Привет, ребзя! Шестой ролик нового подробного, не скучного курса по фигме. Сегодня посмотрим фигуры, квадраты, эллипсы, звезды... Что там еще? Пойдем смотреть. Фигуры находятся сверху в панели инструментов, и первая фигура — прямоугольник. Фигура эта популярная, поэтому снабдили ее жареной кнопкой R или R, кому как удобнее. Нажимаем, если просто куда-нибудь клад, с ним появится серый прямоугольник с размерами 100 на 100 пикселей, или по-народному — квадрат. А если зажать R и потянуть область, то можно сделать произвольного размера. Если при этом зажимать Shift, то получается все тот же квадрат. А если при этом еще и Alt нажимать, Alt и Shift, то можно сделать квадрат из центра. Если просто Alt, то прямоугольник из центра. Чтобы не целиться, справа сверху можно указать конкретные значения, например, 400 на 300 пикселей. А если захотите пропорционально изменить стороны, то можно поставить замок справа, и тогда изменение одной стороны приведет к изменению другой. Но будьте внимательны, дроби тут как тут. Прямоугольник, как и любую фигуру, можно вращать. Либо в рабочей области тянем за угол, либо настраиваем это значение в панели справа. Если наклонившаяся рамка фигуры вас больше не устраивает, нажимаете Ctrl-E, и она снова становится на ноги. Вот только это уже больше не прямоугольник. Это такая фигура, которую как будто бы изначально нарисовали под углом. Но нам пока нужен прямоугольник, про него пока не договорили. Возвращаем обратно. Здесь же можно скруглить углы, либо сразу все четыре, либо настраивать их по отдельности. А чтобы вы в четырех соснах не запутались, есть подсказка, которая показывает, какой из углов будете настраивать. И это пипец как удобно, ребята, офигенно реализовано. Нажали на значение и видите, какой угол за него отвечает. Огонь. А если руки не дрожат, то настраивать углы прямоугольника, в отличие от фрейма, можно прямо в рабочей области, потянув за удобные ползунки. Если растягивать их с зажатым альтом, то настраиваются сразу все четыре. И тут сразу важная важность. Панель скругления углов прямоугольника доступна только прямоугольнику, потому что перед вами может быть фигура, которая ну очень похожа на прямоугольник, а им не является. Дальше не подглядывайте. Так, зашли, подвинули, вернули, вышли. Вот смотрите, перед вами прямоугольник, но скорее сюда свой взор киньте. Тут совсем другая панель скругления углов. Это больше не прямоугольник. Это теперь просто замкнутый путь, точки через которые проходят линии. И так уж совпало, что крайние отрезки одинаковые по размеру, и кажется, что это он. Но нет, статус прямоугольника был утерян. И теперь скруглять здесь в этой панели отдельно каждый угол не получится. Это теперь точки и линии, и чтобы с ними взаимодействовать, надо войти в режим точек. Нажимаем Enter, и он открывается. Панель справа изменилась, слева сверху инструменты тоже немного другие. Чтобы выйти из этого режима, либо снова нажимаем Enter, либо жмем Escape, либо вот для вас голубая кнопка. В режиме точек можно управлять линиями, и точками можно добавлять новые точки. Можно из прямоугольника, который уже давно им не является, делать многоугольники. В следующем ролике пообщаемся про инструмент перо, кривые линии, как в этом режиме точек что-то создавать с нуля, как нарисовать линии, как ими управлять. А теперь давайте разберем, что можно создать из стандартных фигур. Давайте нарисуем прямоугольник, пусть он будет какой-нибудь красивый, 300 на 200. Вваливаемся в режим точек через Enter, снизу добавляем точку, снизу еще одну точку, они всегда появляются в середине отрезка, на который навели. Еще одну добавили, ее выделяем, и просто стрелками на клавиатуре сдвигаем вниз, можем с зажатым шифтом, чтобы было поудобнее, побыстрее, по десяткам. Эту пару раз влево, а эту навстречу вправо. Давайте все три точки выделим, для этого их обведем. Или если одна выделена, то с зажатым шифтом можно к выделению добавить еще пару штук. Немного сдвигаем в сторону, и это получилась такая всплывашка поп-ап над текстом, но она такая корявая и некрасивая. Теперь нужны вот эти две точки, и с зажатым альтом делаем скругление побольше. Альт нажимать для того, чтобы можно было скругление изменять просто перетягиванием, а не вводить здесь какое-то конкретное значение. Потянул в сторону, и зацените, как из прямоугольника в режиме точек получилась классная всплывашка. Если все устраивает, кроме непонятной рамки, можем нажать Ctrl-E, применить искажение, но в таком случае уже нельзя будет редактировать эти точки, их уже не выделить, потому что они исчезли. Вместо них тут уже поселились другие точки, которые отвечают теперь за скругление. Или вот так давайте, нарисовали квадрат, повернули его, но чтобы примагнититься к красивому углу, зажимаем Shift, поставили. А дальше казус, нельзя его сплюснуть, он будет увеличиваться или уменьшаться, а было бы классно сделать какую-нибудь 3D-шку. Для этого вы помните, как применить искажения. Нажимаем Ctrl-E, появилась новая рамка, и теперь этот квадрат можно сплюснуть. Сделаем побольше, чтобы вы не ворчали, и нажимаем Enter, чтобы ввалиться в режим точек, выбираем нижнюю. А теперь жмем P на клавиатуре, инструмент перо, про которое будет следующий ролик, но чтобы нарисовать прямую, это мы и сейчас умеем. Рисуем прямую, отпускаем. Теперь жмем V на клавиатуре, чтобы выбрать инструмент стрелку, и нажимаем Alt, чтобы сделать копию линии. Отпускаем вот здесь, и еще одну линию вот сюда. Оно здесь в точках примагничивается, все. А теперь берем вот эту линию и ставим вот в эти точки, а эту линию копируем вот сюда. В режиме точек можно копировать линии. Это же удобно. Вываливаемся наружу через Enter, чтобы встретить недоразумение. Кликая в серую область, выбирается фигура. Кликая в пустую область, она не выбирается, потому что здесь пусто. Фигура прозрачная. Вваливаемся обратно через Enter. Покажу вам секретные секреты. Вот здесь в панели инструментов есть ведро с чернилами. Видите, наклонили его, из него уже начинает литься. Либо выбираем его, либо жмем B на клавиатуре и заливаем область. Но если выйти обратно, то все сливается в один цвет, некрасиво получилось. Обратно вваливаемся, выделяем теперь область. У нас же это все линиями, а разграничено. И можем выбрать или одну область, или вторую. И перекрасить все это дело. Зацените, как классно. Вваливаемся обратно, снова B достаем. Заливаем вот эту область и делаем ее еще темнее. Смотрите, как из прямоугольника сделали 3D-куб. Из обычного прямоугольника в режиме точек. Огонь! И сразу вам прямоугольный выход в плечи. Круглые аватарки можно делать через круглые квадраты. Вставим фотки через инструмент вставлялка фоток, которая находится прямо здесь рядом с фигурами. Жареные кнопки Ctrl-Shift-K. Либо через панель инструментов. Выбираем и указываем, куда их будем вставлять. Так это работает. Можно сразу в разные фигуры. Выделяем все прямоугольники и скругляем углы. Получили те самые круглые аватарки. Если заказчик скажет, слушай, ну не, что-то круги слишком много на себя внимания берут. Мы просто удаляем скругление. И все, нам не придется. Заново делать какие-то фигуры. Заново грузить откуда-то фотографии. Ничего не надо. Просто меняем скругление. Или при экспорте, например, загружать фотки на сайт с дырками по углам. Это же вонючая куча. Хороший верстальщик сначала уберет скругление. Потом закинет фотку. И потом через свойства снова скруглит. Чтобы это можно было потом редактировать и поддерживать. А чтобы верстальщик был хорошим, сначала перед ним должен поработать хороший дизайнер. Который даст возможность убрать скругление. Убрать вот эти вот дырки, чтобы можно было вставить на сайт прямоугольник. А там уже потом на сайте привет бордер радиус. Получился круг. Дальше эллипс. Жареная кнопка О. Работает по такому же принципу. Поставили, получили круг 100 на 100 пикселей. А если потянули, то можем получить эллипс. Или по-народному овал. А с зажатым шифтом все тот же круг. По наведению на эллипс появляется яйка. За которую можно тягать и получать круговые диаграммы. Крайние ползунки отвечают за длину колбасы или за угол поворота. А внутренние за толщину этой колбасы. Эти же значения можно настраивать и в панели справа сверху. Здесь же можно закруглить концы колбасы. Но только посмотрите, насколько они какие-то корявые. Как-то вот оно как будто бы неправильно закруглилось. Чего вы взгрустнули? Конечно, вейфхак будет. А что вы думали? Делаем новую колбасу. И убираем у нее толщину. Здесь, кстати, по значению наоборот получается не 0%, а наоборот. Радиус 100%. Так вот, делаем так, чтобы была просто нитка. Получилась нитка с заливкой. И забегая далеко вперед, нажимаем популярные жареные кнопки Shift-X, которые меняют местами заливку и обводку. Теперь обратно наращиваем мяско с зажатым альтом, увеличиваем значение. Можно было, конечно, изначально нажать Shift-X, но тогда получается немного другая колбаса. Надо было сделать нитку и потом наращивать мяско, тогда все сработает. А в многоточии у контура есть возможность закруглить концы. Теперь визуально получилась такая же колбаса, но посмотрите, насколько вот эти концы красивее, удачнее, чем какой-то непонятный скос, как будто бы под углом. О, другое дело. Этот вайфхак с ниткой может пригодиться, если вы захотите сделать круговую диаграмму внутри другой диаграммы. Нажимаем Ctrl-D, чтобы сделать дубликат, и теперь с зажатым альтом уменьшаем. И посмотрите, что происходит во время уменьшения. Уменьшается толщина этой колбасы. Они разной толщины, смотрится коряво. А если бы мы захотели сделать иконку Wi-Fi, там же все эти волны должны быть одной толщины, а здесь катастрофа. Другое дело, если будем уменьшать бордер, не заливку, потому что фигура пропорционально уменьшается, а бордер сделали дубликат через Ctrl-D и уменьшаем с зажатым альтом. Получилась колбаса внутри колбасы такой же толщины. Вот, зацените, нормальная иконка Wi-Fi получается. А еще вот так можно из эллипса. Можно сделать бублик. Вводим внутрь, и концы с концами сводим. Получился бублик. Через Enter вваливаемся в режим точек, выделяем нижнюю, с зажатым Shift-ом и стрелками опускаем ниже, а потом нажимаем Ctrl и клацаем по этой вершине, она становится острая. Получилась корявая точка для карты. Чтобы сделать вот это вот скругление чуть понаряднее, выделяем точку, тянем за У с Shift-ом, сделаем такую опухлость. Но чтобы посмотреть, какое значение надо с другой стороны сделать, можем открыть менюху и глянуть, какое здесь значение по Y. Аккурику 765, значит вот здесь надо тоже сделать 765 или проставить вручную. Теперь и справа, и слева будут одинаковые значения, а значит иконка будет симметричная. Дальше полигон. Жареные кнопки нет, поэтому идем доставать вручную. По умолчанию привозят треугольник. И вы правильно заметили, здесь какая-то несусветная дырища. Треугольник как-то криво стоит в этой коробке. Дело в том, что из треугольника за ползунок можно сделать многоугольник, и центр всех этих фигур находится в одном и том же месте, внутри одной и той же коробки. Так что все нормально. Второе яйко отвечает за скругление углов. Скругление и количество, как вы правильно заметили, можно настраивать и в панели справа. Пожалуй, самое популярное применение треугольника в вебе это кнопка Play. Ставим треугольник на передний план. Все это дело выравниваем через классные кнопки Alt-H, которые вы должны уже были запомнить. Осталось этот треугольник повернуть. И он стоит ровно в центре. Визуально ровно в центре. А вот если бы у треугольника не было этого пустого пространства, помните, если нам рамка не нравится, нажимаем Ctrl-E и привет, новая рамка. Выравниваем без учета этого отступа. Теперь технический центр треугольника и центр круга находятся в одной и той же точке, но кажется визуально, что треугольник немного налево дал. А пустота возле треугольника как раз и позволяла визуально все это дело сбалансировать. Кажется, что он стоит ровно. А еще кажется, что за много лет ничего не изменилось. Создаем треугольник, и он смотрит вверх, и приходится дополнительно каждый раз его вращать. Кнопка Play, каждый раз вращаем. Стрелки у слайдера влево-вправо, каждый раз вращаем. Почему бы не сделать треугольник изначально повернутый в сторону? Ну сколько можно про это мечтать? Ладно, давайте о хорошем. Берем треугольник, клацаем, и делаем 4 вершины. Вваливаемся в режим точек, выбираем верхнюю и нижнюю, и с зажатым альтом скругляем максимально. Получился глаз из прямоугольника так, просто сделать иконку глаза. Ctrl-E нажали, чтобы применить это искажение, и рамка больше не подбешивала. Привет, глаз! Огонь! Давайте еще многоугольник купим. Поставили и сделали 5 вершин. Ввалились через режим точек, выбрали вот эти две крайние и максимально их скруглили. А теперь все это дело можно или одеркалить, или повернуть, и привет, иконка щита. А еще вот так можно. Не нравится такой щит? Идем. И делаем 6 вершин. Вваливаемся в режим точек и скругляем вот эти две. Максимально. Смотрите, другой щит. С зажатым альтом делаем копию, выбираем верхнюю вершину и тоже ее максимально скругляем. И вот такой щит можно сделать. А еще это очень похоже на бокал. Рисуем эллипс. Выравниваем. И рисуем прямоугольник. Тоненький. И все три элемента выравниваем. Бокал. Знатоки, внимание, вопрос. А каким способом в фильме быстрее всего можно изобразить иконку капли? Ну конечно же. Идем за треугольником. Вваливаемся. И вот эти два угла скругляем. Привет. Давайте вопросы за 500. А как в фигме проще всего изобразить месяц, используя всего одну фигуру? Без каких-либо там булевых операций, без каких-либо там круг из круга. А одна фигура? Конечно же. Идем закупаемся многоугольником. Ставим. Четыре стороны надо. Вваливаемся. И вот эти две максимально скругляем. А теперь выделяем одну и тянем ее в сторону. Привет, месяц. Ctrl-E нажали? Пожалуйста. А дальше вопрос за 20. Ребята, а где ваш лайк? Не стесняйтесь, поддержите, коммент напишите. Спасибо каждому, кто поддерживает этот новый, подробный, не скучный и бесплатный курс по фигме. А кто репостит и делится ссылками с друзьями и знакомыми на эти ролики, вообще мои герои. Спасибо. И пока вы еще бодрячком, давайте сделаем 3D-шку. Закупимся полигоном, сделаем 6 точек. Покрупнее, чтобы вам видно было. И Shift-X нажмем. Поменяем заливку и обводку. А теперь надо сделать тот самый куб. Вваливаемся в режим точек, выбираем одну из них и нажимаем P. Инструмент перо, про который будет отдельный следующий ролик. И нужно попасть ровно в центр, но магнитится только вертикальная направляющая. И вот вопросики, когда нужно отпустить, чтобы ровно-ровно в центр попасть? Ммм? Можно хоть где-нибудь приблизительно отпустить, появится точка. Теперь ее выделяем и с зажатым Alt смотрим расстояние до других точек. До верхней, до нижней. И понимаем, где, насколько нужно подвинуть. Если сверху 111, а снизу 115, значит вниз надо опустить на 2 пикселя. И теперь ровно-ровно будет по центру 113 пикселей. Alt работает и внутри режима точек. Иногда вам может пригодиться. Ну а дальше через перо соединяем точки. Эту соединили и вот эти две тоже. Получился куб 3D-шка. Но, ребята, это так скучно, так скучно. Alt нажимать вот этом, проверять, высчитывать. Что, куда подвинуть? Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот, смотрите, как можно сделать куб. Вы уже забыли. Да, с зажатым Alt перетягиваем линию, отпустили. Вторую перетянули, отпустили. И вот эту перетянули и тоже отпустили. Готово. Все уже забыли. Звезда на проводе. Выбираем. Принцип абсолютно такой же, как и у всех остальных фигур. Давайте поднос поднесем, чтобы лучше видно было. Один ползунок отвечает за количество звеньев, второй потолще или потоньше их делает, а третий делает закругление. Сразу из интересного. Делаем 4, вваливаемся в режим точек, выбираем вот эти 4 точки и скругляем. Привет, Буби. Каштан можно сделать. Хотите каштан? Давайте. 12, погнали. Делаем покрупнее, ввалились и выделяем каждые две точки через одну. Через одну выделяем две. Зажатым шифтом. Искругляем. Каштан. Или он не так выглядит. Из звезды ромашку можно запросто сделать. Идем сюда, ставим побольше. Увеличиваем, вваливаемся и выделяем все внешние. И скругляем максимально ромашка. Там потом когда-то доберемся до ролика про компоненты. Там буду рассказывать, как сделать один сегмент, потом его завращать, закрутить, все это собрать, как это делать через много элементов, эти ромашки, шестеренки. А тут один элемент делается очень быстро. Одна фигура и, пожалуйста, ромашка. Ctrl-E нажали и привет тебе, иконка ромашки. А привидение хотите из одной фигуры, из звезды сделать привидение? Пожалуйста. Делаем покрупнее. Вваливаемся. И привет. И вот вам привидение. Еще не удивил? Тогда мы идем к вам. Снова звезда. Опять побольше. Покрупнее. Уши у него приблизительно вот такие. Вваливаемся и выделяем каждую третью точку. Это вот так. Ага. Вот. И скругляем. Ну. Догадались, кто это? Конечно, ребята. Это же Бэтмен. Хомяк. Как видите, из обычных фигур в режиме точек через скругление можно делать очень быстро классные иконки. Ну. А в следующем ролике посмотрим линии стрелки и инструмент перо. Если было полезно, поддержите. Вам не жалко, мне сами знаете, приятно. Спасибо каждому, кто пишет комменты, кто ставит лайки. Спасибо вам за поддержку этого нового подробного и не скучного курса по фигме. Кто делает репосты и делится со знакомыми и друзьями ссылками на эти ролики. Мои герои. Спасибо. Скоро увидимся, услышимся. Фил Хук. Но дроби как и западло. Тут как тут. Меня же дети смотрят. Без регистрации, без смс и без плагинов сделали такую красоту. А погодите, с регистрацией. Ляпнул не подумав. Как всегда. Дилан, Дилан, а почему вставлялка фотографии находится там, где лежат все фигуры? Ведь это не фигура. Потому что в фигуры можно вставлять фотографии. Ебанутый гений. Дальше на проводе эллипс. Жрать хочу.